Мы больше тебя не тошли. Сейчас хорошо, уже аппетит прорву. А гулять вчера не ходили? Нет, на улице прохладно, сейчас пока не хожу. Ясно, бережуйтесь. Так, дай я кину тебе провязочку, посмотрю. Ладно. У Сергея с рождения только одна почка. Два года назад он серьезно повредил ее во время игры в футбол. Скорая, больница, операционный стол, наркоз. Тогда ему установили в поврежденную почку нефростому. Так называется трубочка, которая собирает мочу в мешочек. Сейчас хирурги больницы Середавина провели сложнейшую операцию по восстановлению мочеточника. И вскоре мальчик избавится от дренажа. Но тот злополучный момент, когда получил серьезную травму, забыть не может. Так получилось, что я не заметил горку с железными перилами. И левым боком упал на перил. Сразу стало больно, сразу стало плохо себя чувствовать. Я понял, что что-то серьезное, так как даже орал, наверное, на весь двор. Отвезли сначала в подъезд, там меня и рвота, и сразу голова сгружилась. Друзья, естественно, поднялись к родителям, те вызвали скорую, затем меня увезли. Проснулся я в реанимации. Еще тогда вообще ни о чем не знал, увидел, шел сбоку. Дырки повсюду, трубки торчат. Я ведь раньше такого не видел для меня, удивительно же было. В этот страшный для Сергея период поддержкой и опорой была мама. Они надеялись, что в Москве помогут восстановить здоровье. Ну, мы думали, в Москве нам будут делать. Ждали, ждали, ждали. Бесполезно. Говорят, до 18 лет мы вас не берем, потому что в детской нету гимнодиализа. Вот. Ну, что он. Сергей Сергеевич нам помог. Говорят, ну, давайте попробуем. Должно получиться. Ну, вот. Мы им очень благодарны. И правда получилось. Полтора года врачи вместе с пациентом готовились. Проводили обследование, собирали анализы и ждали, пока рассосется гематома и размягчатся рубцы от предыдущей операции. Уникальное в своем роде хирургическое восстановление с ювелирной точностью длилось три часа. Мы выяснили, что длина мочеточника может хватить длины мочеточника для анастомоза или ее составшейся верхней половинкой. Чтобы восстановить мочевые пути, не применяя никаких имплантов, операции на кишечнике травматичной и так далее. И выполнили анастомоз мочеточника с этой верхней чашечкой. Очень многие патологии почек, которые наши справляются, ну, одномоментно, как мы говорим. То есть тяжелые операции, которые делаются, корригируются этот порог за одну операцию. И это, конечно, очень ценно. Три раза ребенку оперировать или за один раз восстановить функции полностью мочеводелительной системы. В этом урологическом отделении восстанавливают свое здоровье около двух тысяч детей ежегодно. Проводится 12 операций в день. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. Спасибо.